привет народ вот сколько рассказываю сколько объясняю про узел перелома что нежелательно использовать поворотные кулаки особенно от классики у которого ось 26 миллиметров что передняя рама будет отдельно шататься от нагрузок это не просто трактор это погрузчик со стрелой полтора метра грубо говоря метр двадцать метр тридцать метр сорок у всех по-разному с такой качелью еще и с грузом все равно будет шататься на этой полуоси что объясняю что надо делать двухточечное крепление узла перелома когда одна ось он же шатается а когда две уже он не шатается так и жесткость и все равно нет нет в комментариях пишут а я уже начал делать на классическом поворотном кулаке мужики но поиском пользуйтесь в интернете в ютюбе есть видосы как эти гнет эти ступицы как и шатая даже посмотрите на те погрузчики у кого сделаны узлы перелома на классическом кулаке когда груз поднимает и но и любой дерготня идет видно как передняя рама шатается от задней давайте я сейчас вот вставлю 5 всего лишь пять роликов до грубо говоря я не поленился поискал нашел вот ставлю в это ролик и посмотрите на образцах и спасибо тем автором кто выкладывал эти ролики что у них гнет эти ступицу кого даже ломает не поленились как были не у не стыдно людям стало показать другие ли стесняются ли чё что они построили на этом кулаке потом у него согнул или сломал и он не показал народу наоборот надо показывать что мужики не делайте так не годится он для погрузчиков ну ладно в общем всем авторам кого я сейчас ролики вставлю всем заранее спасибо за их информацию ссылки в описании на их каналы будут в описании под видео откроете там будут их не ссылки можете на их каналы перейти посмотреть так потому что видео взято как бы без разрешения грубо говоря вот но это для информации людей поэтому взял их не ролики склеил их ссылки на их каналы уже будут в описании так что можете перейти к авторам посмотреть там если хотите но все смотрите и как говорится вникайте в эти моменты погрузчик на тяжелой работе отработал все отлично вот но и выявил свои слабые места это вот оторвало у меня рулевую рейку срезала болты сделал все на стяжках все держится все нормально работала дальше следующая поломка вот она самая самая основная тот ступица жигулевская жигулевская шаровый себя чувствует отлично а сам штырь обломился обломился он не сразу сначала ее переднюю часть наклоняла а вот сегодня уже я полностью заломила так что если для тяжелых работ использовать такой погрузчик то вот этот узел он слабоватый тоже передняя часть тяжелая и задняя и все держится на одном вот этом штыре который сейчас он там если использовать такой погрузчик для чистки снега то вообще проблем никаких не будет с таким переломным узелом а вот для тяжелой работы когда в ковше килограмм двести и плюс еще сзади противовес тогда он для этой цели слабоватый так и всем привет первая поломка на погрузчике и это оказалось узел перелома так вот отломилась ладно вы отломилась пришлось все это дело разбирать было девять часов вечера уже было темно магазин все закрыты но был запас но был запас ну ладно с переломом что нибудь будем делать хотя может быть он был уже и сломанный точнее надломленный до меня запчасти потому что брали с разборки а их не судьба неизвестны запасе держать надо будет еще одно кто будет делать кто будет делать думать и другие варианты хотя с другой стороны то есть это работало нормально. Или какие-то нагрузки были, или что-то. Ну неизвестная причина. Почему она отломилась? Может быть, вот здесь гайка, может я сильно перетянул ее, как вариант. Да вроде сильно не затягивал. Кого тут по этому срезают половина, она уже была надломленная. Ну ладно. Всем пока. Подписывайтесь. Сейчас ломается, еще покажу. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Привет, ребята. Привет всем самодельщикам, любителям самодельной техники, моим подписчикам, а также гостям моего канала. Вот так, ребятки. Раскатил я свою переломку. Раскатить-то раскатил. И вот и в итоге, короче, вал согнула у меня. Да не знаю, будет видно, не будет. У меня ни уголка никакого хрена с собой нет. Что приложить, что поставить, не знаю, будет видно или нет. Но она и так вот невооруженным глазом видно, что валгнутый. И внутренний, например, вот в этом месте. Дальше пошел как бы уклон вниз. Вот смотрите. Внутри и хорошо. Вот он. Вот он. Вот он. Так, теперь зайдем с этой стороны. Зайдем с этой стороны. Вот тут может лучше будет. Вот. Опа. Вот. Блин. Ну к чем? Все полностью. У меня уголки все дома, блять. Этот длинноватый. Ничего не приложит. Ну, примерно хотя бы вот так. Вот она. Вот плоскость. 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 Вот она плоскость этого кулака у меня. И вот куда вал уходит. Блин. Вот. Четко видно, что согнуло и хорошо лежит. Вот так. Так. Ну что? Что с ним делать, я пока не знаю. Это переделать, честно. Нет у меня времени сейчас. Нет времени сейчас. Много работы. Единственные варианты. Я сейчас вижу. Только снять шаровый, поставить на время другой кулак. А потом уже как время появится, можно будет что-то переделать. Ну и переделать, можно сказать, честно. Еще в голову ничего такого умного не взбрело. И не с чего еще делать. Пока еще ничего не подобрал. Так что вот такие дела. Вот, ребят. Вот такие дела. Вот. Ну все, ребят. Показал я твою комитет. Что вышло с этим валом. Ну, конечно, жидковатый этот валик для этой переломки. Для трактора бы просто переломки. Действительно, Алик, говорю, что оно бы пошло. Ничего бы ему не было. Какая тут нагрузка. А, для погрузчика слабо. Слабовато. Так. Ну ладно, ребят. Оставляйте комментарии. Советуйте, что можно сюда еще приляпать. Что можно сюда еще поставить. Так, ну. Ну, всем пока. До новых роликов. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайк. Комментируйте. Пока-пока всем. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...